На ваших экранах программа «Открытая студия» и вот о чем мы будем говорить в течение этого времени. Эпидемиологическая ситуация в республике, какова сегодняшняя обстановка и что же там происходит на Украине, коронавирус, обсуждаем в течение этого дня с нашими экспертами. У нас сегодня интересный состав. Во-первых, я благодарю Дмитрия Анатольевича Докошенко, главного санитарного врача нашей республики, что вы уделили время, приехали к нам в студию. А также у нас сегодня в студии Андрей Витальевич Марочка, военный эксперт. И я удивился, оказывается, Андрей Витальевич, у вас медицинское образование, вы прекрасно знаете, что такое коронавирус, я уверен в этом. Начнем с ситуации нашей республики. Дмитрий Анатольевич, коротко, что мы должны знать, что происходит в республике? На сегодняшний момент ситуация в республике находится под контролем. Идет реализация указа главы о введении чрезвычайного особого положения. И мы обязаны на сегодняшний момент помнить о том, что соблюдение неукоснительное всех ранее данных рекомендаций позволит нам избежать распространения данной инфекции на территории нашей республики. На данный момент, мы сегодня в течение дня говорим, не зафиксировано в случае коронавируса, на момент этого времени. На сегодняшний момент у нас остается 22 человека под динамическим наблюдением. Это не больные люди. Это лица, которые находятся у нас на 14-дневном изоляции. И эти люди по истечении данного срока будут, если они будут здоровы, то они станут вполне свободными от посещения организованных коллективов и своих рабочих мест. По всем остальным гражданам ведется активная тактика по выявлению граждан, которые прибыли к нам из неблагополучных районов. На пунктах пересечения проводится термометрия, чтобы более успешно выявлять таких граждан. Ну и по-прежнему мы говорим о том, что в случае возникновения инфекции или клинических проявлений в виде насморка, кашля, повышенной температуры, то граждане должны оставаться дома и вызвать врача к себе на дом, а не идти за медицинской помощью в лечебное учреждение. И еще раз призываем к социальной ответственности, чтобы данные граждане не посещали свои рабочие места, не посещали какие-то социальные службы и тем более дети, которые не должны посещать детские организованные коллективы. Дмитрий Анатольевич, еще раз мы сегодня об этом говорим, чтобы было понимание. В нашей республике у нас большой круг наших зрителей, жителей республики, города и районы. Все работает в штатном режиме, все работает по протоколам и в Луганске, и на всей территории республики. Пункты пропуска все в штатном режиме на момент этого времени. Да, на сегодняшний момент, как я уже сказал, идет реализация распоряжения главы и идет реализация того плана противоэпидемических мероприятий, который был ранее разработан Министерством здравоохранения. Приведены в соответствие лечебные учреждения, которые готовы оказывать медицинскую помощь пациентам, если таковые будут. А санэпидслужба проводит обследование тем пациентам, у которых есть клинические проявления, которые прибыли из неблагоприятных регионов. Что же происходит на Украине? Украина в ночь на 17 марта закрывается. Это все на карантин в связи с коронавирусом. Регулярное международное пассажирское сообщение по всем направлениям закрывается. Въехать на Украину можно будет исключительно на личном автотранспорте и только гражданам Украины. Наравне с иностранными гражданами въезд на Украину, запрещенный жителям Луганской и Донецких народных республик, через пункты пропуска на линии разграничений с территории республик смогут въехать только те, кто зарегистрирован на подконтрольных украинскому режиму территории. Вот об этом говорил Аваков. Давайте услышим, что же он сказал. Мы пропонуем режим обмежен для неземных граждан 100% по пунктам запрещения нашего, на пунктам пропуска. И мы пропонуем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неокупованной территории, для того, чтобы иметь больше контроля. Андрей Витальевич, а теперь по-русски, чтобы мы понимали. Ну а теперь по-русски здесь самое важное, что сказал Аваков и что он признал, что мы для Украины иностранные граждане. Потому что, ну я понимаю, вся эта истерия вокруг этого коронавируса, но вместе с тем вы видите, как реально относятся жители Украины, правительство Украины к народным республикам. Они уже де-факто признали нас независимыми иностранными гражданами. Так, вводить, скажем так, какие-то ограничения с территориями республик, ну если логически, нет никакого смысла. Потому что наши граждане в основном, они оседлые, находятся на территории республик. Они не ездят так в Европу, как зарабетчане на Украину. У нас граждане в основном, если и посещают, то это подконтрольную территорию Украины, для того, чтобы съездить к родственникам, ну то есть по своим каким-то вопросам. И я считаю, что мы себя таким образом как бы и обезопасили, и считать, что у нас какие-то там могут быть серьезные последствия этого вируса в случае, скажем так, закрытия нам пункта пропуска, это просто необоснованно. Поэтому это политическое решение, никак не связано оно с санитарными какими-то нормами, но считаю для нас как бы хорошо это или плохо. Наверное, хорошо, потому что все-таки Украина для нас теперь опасна не только в вооруженном конфликте, но опасна и в санитарно-эпидеологическом состоянии, поскольку с территории Украины как раз на нашу территорию могут попасть те люди, которые болеют. Мы вот обсуждали в одном из эфиров, Дмитрий Анатольевич сказал, ну посмотрите границы, мы когда говорили о аэропорт, самолет, раньше территории, ну там месяцами, да, плыл корабль, а сейчас территория, вот Италия, например, несколько человек прилетели в другую, ну вернули свою страну, и там это все произошло. Дмитрий Анатольевич, ну вот Андрей Витальевич такую политическую составляющую сказал, ну чтобы мы понимали, чтобы мы понимали на территории республики, на Украине коронавирус уже зафиксирован, вы тоже отслеживаете обязательно эту ситуацию, если не ошибаюсь, там пять случаев. Это ниточку, если так разматывать, это европейский след, итальянский след, есть ли какая-то у вас там такая информация? Мы живем на сегодняшний момент в тот век, когда коммуникации очень быстрые, и границы фактически гораздо меньше, чем это было в период распространения испанки, если проводить аналогию. На сегодняшний момент в Украину возвращается большое количество граждан, которые имели свободный доступ в шенгенскую зону, где сейчас, к сожалению, бушует данная инфекция, та же Италия. И на сегодняшний момент по мере введения противоэпидемических мероприятий в Италии, и граждане лишены своей работы, они возвращаются домой. Но возвращаются как здоровые, так и уже инфицированные граждане. А учитывая степень распространения воздушно-капельным путем данного заболевания, то риск инфицирования на территории Украины достаточно высок. Среди граждан нашей республики миграция за рубеж была крайне низкой, ввиду особенностей прохождения данного паспортного контроля. Да и вообще особенности нашего региона всегда как бы, ну да, потому что все-таки все связи тех людей, которые живут в республике, в нашей Донецке, они связаны с Россией. Даже было самое сложное время в 90-х, многие работали просто в Российской Федерации. Но вы знаете, не хочется говорить о подобных случаях, но ведь есть те люди, которые зарабатывают и на коронавирусе. Вот в интернете распространяется информация о том, что эпидемия коронавируса стала отличным источником заработка для отдельных представителей. Даже украинской власти глава комитета по здравоохранению Верховной Раде закупил 20 миллионов масок за 36 миллионов гривен, а в общем продал их в Китае за 224 миллиона. По информации бывшего генерального прокурора Луценко, бизнес по вывозу масок в территории Украины в преддверии пандемии оказался очень популярен. Вот что там Луценко даже написал у себя, если не ошибаюсь, в фейсбуке, он написал к вопросу о карантине от коронавируса. Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок и фильтры, и 408 тонн масок без фильтра. Он даже называет компанию, которая этим занимается. В общем, судя по всему, это всегда не ново, на протяжении уже пяти лет подобные случаи происходят. Это скорее вопрос политического характера, но если это связано с политикой, что происходит на Украине, Андрей Витальевич прекрасно знает. Не удивила ведь новость? Абсолютно не удивила, и я даже, знаете, могу привести аналогию. Все люди, которые сейчас находятся у власти, они в любом случае на всем пытаются что-то заработать и положить себе в карман. Вы вспомните Тимошенко, когда у нас то ли свиной, то ли куриный, я уже не помню, гриб был. И когда простое обычное анаферон лекарство, оно просто разметалось с аптек, потому что кто-то сказал, что это лекарство спасает якобы от этого вируса. И заблаговременно та же самая Тимошенко закупила огромную партию, распространила, и в 4-5 раз дороже продавались все эти лекарства. И сейчас, даже доходясь в оппозиции, вот Юлия Тимошенко уже ищет политические дивиденды, скажем, на этом. А какой мотив поступка? Но ведь в определенный момент времени, и мы знаем, когда наступает очень сложное время, люди объединяются. Объединяются. Разные представители. Многие народы объединяются, нормальные люди, для того, чтобы побороть все это. И оказывается, нет. Ну, у вас ключевое слово – нормальные люди. А у нас, как бы, уже понимание украинцы, те, которые находятся на подконтрольной территории Украины, особенно в правительстве, нормальными уже далеко не считаются. Я уже, знаете, какое-то новое слово вывел, такое вот «майдауны». Вот они после того ведут себя абсолютно неадекватно, и как-то они непонятно себя ведут. Опять же, вот та же Тимошенко заявила о том, что мы не знаем ситуацию, то есть она это сделала, вот свое заявление, что намного больше жертв, намного больше людей умерло, никто не ведет статистику. Это делается для того, это, получается, ставить палки в колеса тому же Зеленскому, отягощать, скажем так, ему жизнь. Она прекрасно понимает, что, как бы, чем больше нагнетается паника, тем у людей присутствует страх. И тогда вот на этом очень много выезжает. Вот в чем разница, даже когда мы видим представителей Государственной Думы, мы, конечно, видим импатажного Жириновского, который выходит в перчатках, но все же там консолидированная позиция, там нет такого игры против, да, невзирая ни на что. Ну, давайте еще дадим информацию. Премьер-министр Словакии также заявил, что именно на Украине ему удалось найти 2 миллиона масок, однако купить их ему предложили за наличные, чтобы провернуть эту сделку. Представляете себе, ему даже пришлось воспользоваться услугами немецкого посредника. Вопрос нашему эксперту Дмитрий Анатольевич. Паника, наверное, самая опасная вещь, она происходит тоже, наверное, независимо от территорий. Но некоторые государства подвержены какими-то катастрофическими паническими волнениями. Вот сейчас кадры показывают и на Украине, и в Европе, и в Италии. Я знаю, что вы человек, который никогда не паникует. Тогда поделитесь секретом для наших телезрителей, почему не нужно паниковать. В этом вопросе очень важно не впадать в крайности. То есть, с одной стороны, неприемлема беспечность. Мы видим, чем закончилось достаточно беспечное отношение к плану противоэпидемических мероприятий в Италии. То есть, они были проигнерированы. А когда уже начались летальные исходы, то уже, к сожалению, было поздно принимать решение. Поэтому мы призываем, в первую очередь, к внимательному отношению к самим себе и к тем людям, которые живут рядом с нами, работают рядом с нами, наши дети общаются. То есть, это внимательное отношение к тем людям, кто рядом с нами. Не беспечное, но и не паническое. То есть, очень четко нужно понимать, что на сегодняшний момент в республике делается все возможное со стороны правительства, в первую очередь главы, подведомственных им министерствам, всем, не только Министерству здравоохранения, а все министерства участвуют в реализации комплекса мер. И, соответственно, население, если оно доверяет правительству и тем, кто и министерствам, должно в первую очередь не паниковать, а проявлять социальную ответственность и не заниматься распространением слухов, домыслов и неукоснительно следовать тем рекомендациям, которые дает им министерство здравоохранения. Когда вы слышали и видели подобные вещи, которые в социальной сети многие обсуждали и говорили, нужно и закупать, и сделать, мне казалось, что у нас не должно такое сработать, как, например, на севере Италии, там скупали просто такие вещи, которые, мне кажется, даже в апокалистерических фильмах не нужны. Даже доходило сюда, ну, простите, конечно, до туалетной бумаги. Это вот такая волна, непонятно. Хотя колыбель цивилизации, еще раз повторю, но ведь это Италия, это та страна, которая очень много это ведь дала и европейской культуре. Ну, что это такое? К сожалению, людьми движет два момента. Первое – это дефицит информации, это недоверие к той информации, которую им дают, а второе – это страх. Страх, который у них не доходит, опять же, объяснения в причинах и следствиях. Мы стараемся со своей стороны доносить до населения ту информацию, которую мы располагаем, и проявлять активную тактику по выявлению больных людей, а в случае необходимости готовы оказывать им медицинскую помощь. Андрей Витальевич, мы когда обсуждаем и говорим о жизнеспособности правительства, государства, мы всегда даем какие-то примеры. Так получается, что в Европе таких колоссальных кризисов, наверное, и не было по окончанию Второй мировой войны, но, наверное, по подобных мероприятиях сложно что-то вспомнить. Но, как оказалось, та система из здравоохранения, вообще реакции правительства, например, не сработала. Как, например, сработала, о боже мой, в коммунистическом Китае, где говорили, там тоталитаризм, и все ходят в строю. Как так получается? Это опять, простите, капиталистический мир провалился? Ну, знаете, тут как раз тот, как говорится, загнивающий Запад, который вел себя беспечно. Они позволяли себе абсолютно все, они считали, что это принципы демократии, а вот в некоторых моментах как раз надо ущемлять демократию и действительно вводить меры. Если вот такая возникла ситуация, когда нужно ограничить общение людей или еще какие-то моменты, вот на всех этих моментах демократия должна будет заканчиваться. Но им рано или поздно они пришли к тому, что они стали делать точно так же, как в Китае. Вы абсолютно правы. И я вот хотел добавить своего коллегу по поводу нехватки информации. Вот сейчас как раз информации в избытке. Человек может получать очень много колоссальной информации. Но факт в том, что мы не забываем о том, что на этой теме играют также и наши враги, которые сейчас массово забрасывают в соцсети. Что на территории Луганской и Донецкой народных республик уже массовые случаи заболевания. Есть жертвы. Мы просто сепаратисты. Мы молчим. Тоталитарный режим. Северная Корея. Это я тоже с утра читал. Столько всего. Вот этим они пытаются у наших граждан вызвать панику. А паника, вы знаете, она приводит к тому, что человек теряет самообладание, делает нелепые поступки. То есть пытаются таким образом здесь расшатать ситуацию в республике. То есть это все направлено на дискредитацию, дестабилизацию полностью ситуации в народных республиках. И очень активно ЦИПСО сейчас очень активно работает в этом направлении. Несмотря что у них огромные проблемы. Вы помните, какие проблемы были у военнослужащих на линии соприкосновения обычными заболеваниями. А что говорить вот сейчас, да, за Северодонецк, куда пытаются свозить людей. А в Северодонецк там находятся воинские части, там постоянные пункты дислокации. Также очень тесно там населенные... Но ведь это военные приемы. Это нужно сказать, что противника хуже, чем непосредственно это. Да, конечно. Мы уже когда-то с вами об этом говорили. Что противник сейчас использует любую абсолютно ситуацию для того, чтобы выкрутить ее таким образом, чтобы нам напакостить, навредить, дестабилизировать, дискредитировать наше правительство, республики. И вот они пользуются и пытаются на наших граждан вот как раз отыграться. Дмитрий Анатольевич, ну тысячи раз будем говорить об этом, говорить снова. Вот для того, чтобы было понимание у всех нас, у тех людей, которые сейчас находятся у своих телевизоров или смотрят нашу программу в режиме онлайн. Дайте совет. Как вы воспринимаете информацию? Что вы сразу подвергаете сомнению? Потому что я согласен с Андреем Витальевичем. Информации сейчас просто избыток. И найти первоисточник и понять о цифрах там 85 тысяч, 100 тысяч уже там в Италии. Ну вот на что вы обращаете внимание? Дайте вот такую рекомендацию в финале нашей программы. Ну насчет восприятия информации. Я немножко информацию воспринимаю с аналитической точки зрения. Потому что аналитика, она позволяет учитывать скорость распространения инфекции, количество населения, особенности возрастного населения, коммуникативные, логистические потоки. То есть для каждой страны распространение данного заболевания будет своим. И оно будет, конечно же, отличаться. Что касаемо нашей территории, то мы уже сегодня отметили, что наши граждане в минимальном количестве присутствовали на европейской части континента. Очень небольшое количество граждан присутствовало и возвращается из китайских территорий. Наибольшее количество граждан пребывало на территории Российской Федерации. Но передвижение со стороны Российской Федерации ограничено работой системы Роспотребнадзора. Это отлаженная система, с которой у нас есть взаимодействие. И у них очень организована система оперативного реагирования. Поэтому по мере того, как будет ограничен поток граждан со стороны Украины, я более чем уверен, что и ситуация в нашей республике также будет иметь тенденцию к стабилизации. Ну и тогда уж вопрос Андрея Витальевича. Андрей Витальевич, информация, сомнения, что читаем, что не читаем? Прежде всего нужно обращать на официальные источники информацию, следить за теми источниками, которые, допустим, сайт главы. У нас есть в каждом министерстве свои сайты. Там есть информация, которая достоверная, которая проверена и опубликована. Никогда не верьте социальным сетям. В социальных сетях специально развивают темы. Скажем так, достоверность информации около 30%, может и того меньше. Но это и называется социальная сеть, это не является источником. В ББС одна бабка сказала, как говорится. Один сказал, второй репостнул. Я думал, вы сейчас отрекламируете Инстаграм. Ну хорошо, пусть тоже будет. Это все идет вот как раз от того, что нет официальных, вот люди не воспринимают официальные источники. Или нет желания просто уделить время и заглянуть на официальную страну. Спасибо большое, что уделили время. Пришли к нам в студию Андрей Марочка, а также благодарим Дмитрию Анатольевичу Докошенко, главного санитарного врача Луганской Народной Республики. Мы сегодня, конечно, говорили о коронавирусе. Мы, конечно, говорили о ситуации в республике. Это очень важно для всех нас. Берегите себя и близких, уважаемые друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин